Не тот поэт, кто рифмы плесть умеет, сказал когда-то Александр Сергеевич Пушкин. Может быть, секрет неслыханной популярности Олега Митяева именно в том, что в его песнях отражаются наши тревоги и надежды, наша любовь и тоска. Я сидел у тусклой лампы допоздна, Вспоминая давний запах дальних мест, Я гулял по синим сумеркам без дна, Возвращаясь в разрисованный подъезд, Кто-то ждал меня, а может и не ждал, Оставлял, как флаг, не запертую дверь, Кто-то знал про все, а может и не знал, И вот теперь под животом моста Мы пили с ней вино, Могли бы лет до ста Мы целоваться, но Краток речной маршрут Кончилась хвачкара Поздно и дома ждут Пора Вдоль Москвы реки Из сонного Кремля Я скольжу пустым пространством мостовых И не смотрят светофоры на меня С безразличия Постовых на выходных Перламутровым Загаром города покрывают Разгоревшийся восход И мне кажется, что было так всегда Всегда в тот год Под животом моста Мы пили с ней вино Могли бы лет до ста Мы целоваться, но Краток речной маршрут Кончилась хвачкара Поздно и дома ждут Пора Будет новых Зимний весен Карусель проплывать Неоднократно мимо нас Будут петь вокруг Стареть, стелить постель И ждать Бог даст А небесный калькулятор Ни на миг не собьется И мгновенье, как вино Отсчитать И прольет Что не вместит Его Оно Под животом моста Мы пили с ней вино Могли бы лет до ста Мы целоваться, но Краток земной маршрут Кончилась хвачкара Если нигде не жду Пора В конце 80-х Митяев переехал в Москву К этому моменту Он был уже популярным автором Песни которого любили И пели по всей стране Но тем не менее Олег все еще сомневался Что это станет Главным делом Его жизни Конечно, мне было Важно мнение Старших товарищей Звезд Конечно же Разные люди Разные говорили Розенбаум говорил Что если до 36 лет Ты не определишься Все Кранты Значит Жизнь А мне уже 32 было Я Писал Писал Думаю, 4 года осталось Если не успею А Вероника Дольевна Сказала Олег Должна быть система Координат Какая-то Вот написал что-нибудь Открой цвета его Посмотри Вот сравни Как вот Как вот У тебя ты же должен Соизмерить это На самом деле Конечно Вот вкус Это Такой Важный инструмент Для пишущего человека Без которого Собственно говоря Можно не приступать К операции Может быть Именно для того Чтобы отточить Художественный вкус Или же Благодаря врожденной Склонности К лицедейству Олег Митяев Поступил в Государственный Институт Театрального Искусства Он приобрел Театральный опыт И даже снялся В нескольких Фильмах Ну Не такой уж У меня Театральный опыт И Просто я Изначально Пошел не по той дорожке Вернее Меня повели Я пытался Быть актером Я пытался Где-то сняться В кино Но Это настолько Зависимая Профессия И настолько Здесь вот Случай Судьба Очень важны Помимо таланта Конечно еще Прежде всего Еще и талант нужен Но Мне стало Это неинтересно Потому что Это настоящие Нервы Это настоящее Твое Здоровье Настоящее Твое сердце Вот Мои друзья Актеры Там И Скажем Катя Гусева И Сергей Безруков Я на них смотрю Как они пашут Они просто С утра до вечера И Они Держат себя В таком режиме И Я в это время Значит Сижу Выпиваю с друзьями А они Пашут У меня Ты на концерты Не ездишь на гастроли Ну Как-то вот Это все у нас Гораздо проще Что там Вышел Два часа Побалагурил Спел песни И пошел Дальше Общаться с людьми Я думаю Что Олег Немного лукавит Свои концерты Чаще всего Аншлаговые Он отрабатывает На все сто Но уроки Актерского мастерства Пригодились ему Не только для выступлений Но и для съемок Собственных клипов В городке Периферийном Отдает весна Бензином Дремлет сладко Замороченный Народ Редит мгла Над трассой На которой Белой краской Написал какой-то Местный Идиот С добрым утром Любимая Крупными Буквами С добрым утром Любимая Не жалея Белил И лежит Нелюдимая Надпись Огниманя И с луны Различимая Из окрестных Светил Ночью Ночь Растает Без остатка И останется Загадкой Кто писал И будут спорить Соловьи Им прекрасно Видно Светок Что нарушена Разметка Им так жалко Что расстроится Гаи С добрым утром Любимая Милая Ты моя Эта надпись Красивая Смотрит В окна Твои Может Строчка Счастливая Марта Ухранимая Будет Всем Как в пути Маяк Пусть Потерпит Гаи Долгое время Олег Митяев Сотрудничал с гитаристом И аранжировщиком Константином Тарасовым Последние годы Работает вместе С Леонидом Марголиным У Митяева вышло 23 официальных альбома А если прибавить к ним Виниловые диски И пиратские издания Их более 160 Он объездил гастролями Множество городов И стран Его называют Прирожденным лириком И самой яркой звездой Современной бардовской песни А он уверяет Что не выбирал Свою судьбу И даже наоборот Пытался От нее убежать Пытался Чем-нибудь заняться Торговать нефтью Или как-то Зажить по-хорошему Ничего у меня Как будто Били по рукам И говорили Пиши песни Все у тебя будет У меня есть Прекрасная возможность Не называть себя Никак И не относить себя Ни к чему Потому что Есть люди Специально Обученные Которые Тебя куда-нибудь Относят И даже Мне интересно Иногда так посмотреть Думаю Куда сегодня Понесут Давайте посмотрим Там Звезда шансона Акэн Мини Зингер Попса Меня успокаивает То что я Не могу Находиться На чужом месте Я могу Находиться Только на уровне Своего образования На уровне Своего вкуса Я не могу Быть Цветаевой Или Пастернаком Я Вот Столько мне Отмерено И вот Вот и все Что мы можем Выбрать В этой жизни Тем более Какие песни писать Ну разве мы можем Это выбирать Вот оно Раз Как сказал Висборд Такая уж Песня пришла Пришла пора Пора прощаться С ума Сошедшая Труба Велит Немедля Расставаться И тихо Вторит Ей Судьба Пришла Пора И невозможно Не повторить Священных Строк Что надо Делать То Что Должно И путь Что Будет С нами Бог Сквозь Одуванчиков Замет Движется Полк На Восток Всем Раздавая На память Песни Разлук И Дорог Вчера За Гардами Унжем Гитара Распорила С грозой И драка С бешеным Харонжем Могла Закончиться Медой А раны Потом Омывала Вместе С дождями Всю ночь Мне Подарившая Жалость Местного Лекаря Дочь А мы Чикасский Киросиро Царю И плещутся В строю Ведь Если Умирать Красиво Всегда Окажешься В раю Сдерживать Слезы Не надо Плачьте Смывая Печаль Выжившим Будет Награда Опавшим Небесная Даль Штандар Ты Весел А Трепешим Прожит Сей кожей Барабан И Кружит В небе Ворон Вещи И Полк Скрывается В туман Слушайте Грустные Песни И Пойте Потом Наизусть Ждите Хорошие Вести И Пусть Будет Светлая Грусть Сквозь Адуланчиков Замет Движется Полк На восток Всем Раздавая На память Песни Разлук И Дорог Слава богу Я с удовольствием Читаю Самообразовываюсь Но это В общем-то Уже В удовольствие С годами Понимаешь Что пришло Время читать Классику И ты получаешь От этого Удовольствие И А не для того Чтобы Вот что нужно Сделать Чтобы Прославиться Я даже сейчас Уже Приблизительно Представляю Это нужно Наоборот Несколько Сделать Шагов назад И бессовестно Добиваться Славы Вот Для меня Это невозможно То есть Невозможно Быть бессовестным И жить хорошо Это просто Как-то Очень Беспокойно Кто-то Сказал Что Жить Без бога В общем-то Можно Помирать Страшно Мне Не 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 Жалко Тратить Жизнь На Безделие Вот Все Потерянное Время В нашем Понимании Это Настоящая Жизнь Вот Когда Тебя Не взяли В кино Ты Не добился Чего-то И ты Вместо Этого Пошел Гулять С ребенком В парк Или ты Лежишь На диване Пролеживаешь И читаешь Книгу Сейчас Мы были В Михайловском Юбилее Александра Сергеевича Пушкина И Так Окунулись Во всю Эту Помещичью Жизнь Когда Там Дворовые Делали за тебя И Дрова кололи И ягоды Собирали И Дом Строили Вот Ну Ты как-то Участвуешь в этом Так В общем-то Издалека Так Как-то Чуть-чуть Так Давайте Ладно Давайте так Хорошо Вот И В общем-то Вечером приехали Пушкин пришел Там Из Михайловского В Тригорское В окно Впрыгнул Да Ну тут Балы пошли Там На роялях Поиграли И Вот эта вот Жизнь такая В таком безделии И Праздности Для меня Является Технологической Необходимостью Это я так себя Оправдываю Это для меня Настоящая жизнь Но В результате Можно что-то написать Только тогда Что-то появляется У поручика Неважные дела У поручика Разорвана Шинель Но До царского Села Будет Дорога Весела До тех пор Пока Не выбирится Хмель Но До царского Села Будет Дорога Весела До тех Пор Пока Не выбирится Хмель До тех пор, пока Валтор не стихнет медь Он вообще не будет помнить ничего Ни про драку, ни про плеть Ни про то, что смог посметь И что мальчика очистна для него Ни про драку, ни про плеть Ни про то, что смог посметь И что мальчика очистна для него У поручика на метике узор И платочек от одной мадемуазель Он не помнит ни про спор, ни про тихий разговор Ни про то, что им назначена дуэль Он не помнит ни про спор, ни про тихий разговор Ни про то, что им назначена дуэль Но в одном ему сегодня повезло Кто-то молится за грешного и ждёт Дремлет царское село Но пока одно окно не погаснет Он из жизни не уйдёт Дремлет царское село Но пока одно окно не погаснет Он из жизни не уйдёт Последний проект Олега Митяева Да здравствуют музы Стал для многих полной неожиданностью По форме это литературно-музыкальная композиция А по сути признание в любви Солнцу русской поэзии Александру Сергеевичу Пушкину Я обратился к Пушкину в корыстных целях Собственно говоря Потому что это просветительский проект Который призван прежде всего просветить меня И прочитать Пушкина И встретиться с людьми С директором Пушкинского музея С непомнящим там И прочими знатоками поэзии Пушкина Подружиться с директором Дома музея Там Пушкинские горы С Вениамином Смеховым В корыстных целях Привлечь Давида Тухманова Чтоб он написал музыку Вот в корыстных целях Сблизиться с Безруковым, Меньшовым, Лановым, Казаковым Это же интересно Я переобщался с такими людьми И в общем-то пропитался стихами Пушкина И понял, что вот сейчас можно начинать Всю оставшуюся жизнь Читать и получать удовольствие от этих стихов Собственно, биография Пушкина Открыла для меня Не только его стихи Но и целый исторический пласт Вот этой жизни От того периода И только тогда Какие-то начинаются, может быть, ощущения И желание что-то читать дальше Желание что-то самому написать На это уходит очень много времени И, к сожалению, сейчас Я понимаю, какая большая пропасть У человека Никак не заставляющего себя Плывущего по течению Среди этих журналов Среди этих телепередач Среди этого гламура Зачем ему вот так себя напрягать И тянуться к высокой поэзии Абсолютно непонятно У меня получилось случайно Что я пробил эту стенку И то к 50 годам А в юном возрасте Это абсолютно ни к чему Я даже не знаю, как это Это должно все перевернуться На телевидении И в средствах массовой информации Это образование и воспитание Должно стать национальной идеей Нашего государства То, что мы делаем В какой-то мере Облагородит наше общество Или подрастающее поколение Я даже не надеюсь Потому что все происходит Как-то не так И, в общем-то, все равно Это для собственного удовольствия Все делается И для таких же, может быть, ненормальных Как мы Которые откликаются на то, что мы делаем Что смолкнуло веселье глаз Расстайтесь, вокальные припевы Да здравствуют нежные девы И юные жены, любившие нас Полнее стакан наливайте На звонкое дно В густое вино Заветные кольца бросайте Подымем стаканы Содвинем их разом Да здравствуют музы Да здравствует разум Ты солнце святое гори Как эта лампада Бледнеет Пред ясным Восходом зари Так ложная мудрость Мерцает и тлеет Пред солнца Бессмертным ума Да здравствует солнце Да здравствует солнце Да скроется тьма Да здравствует солнце Да здравствует солнце Да скроется тьма Подымем стаканы Содвинем их разом Да здравствуют музы Да здравствует разум Да здравствует разум Ты солнце святое гори Как эта лампада Бледнеет Пред ясным Восходом зари Так ложная мудрость Так ложная мудрость Мерцает и тлеет Пред солнца Бессмертным ума Да здравствует солнце Да здравствует солнце Да скроется тьма Да здравствует солнце Да здравствует солнце Да скроется тьма Не знаю, как сложится судьба у Тухманова с Александром Сергеевичем, но мы честно записали этот альбом и очень рады. И сейчас, допустим, мы мечтаем с Сергеем Безруковым записать альбом на стихи Геннадия Шпаликова. Он будет читать, я буду петь, будем иногда это вместе делать. И супруга моя, Марина Исипенко, она, может быть, запишет альбом вместе с Валерией. Потому что есть прекрасные песни на стихи Цветаевой и Ахматовой, и Валерия их потрясающе может спеть. А Маруся, как выяснилось, человек с настоящей вахтанговской школой, прочитала вот Александра Сергеевича и, наверное, прочитает и другое. Скажи мне, кто твой друг, говорит народная мудрость. И в этом смысле Олегу Митяеву повезло. Повезло встречаться и дружить со многими талантливыми, яркими людьми. Некоторых из них он с гордостью называет своими учителями. Был Булашалыча Куджава, с которым мы встречались довольно много для молодого человека, такого, как я. И его отношение ко мне необъяснимо, потому что я ему ничего не мог дать. Правда, когда я понял, что я ничего не могу ему такого дать, я из него все время черпал, все время что-то спрашивал, что-то рассказывал. А я-то что, собственно? Я поэтому стал ему говорить, а хотите, я познакомлю вас с Макаревичем? Потом звонил Макаревичу и говорил, Андрюша, а хочешь, я тебя познакомлю с Акуджавой? И Андрей Вадимович приезжал пару раз, мы тоже проводили такие прекрасные вечера, пели песни. Собственно говоря, я очень благодарен и Леониду Филатову, с которым мы встречались. И для меня это очень было полезно, приятно и незабываемо. И, конечно, дай Бог здоровья теперешнему моему приятелю, соседу, Эльдару Александровичу Рязанову. Мы играем в бильярд, обсуждаем какие-то вещи, читаем стихи. Он потрясается моей безграмотностью и необразованностью. А я тянусь как-то и пытаюсь не пропустить ни одного слова, потому что он большой умница, энциклопедист и вообще талантливейший и умнейший человек. Позабытого чувства гольфстрим Шелохнется во мне откровением, словно к нам, когда мы уже спим. Перепутала дверь вдохновения и вошло по случайности в дом, Где все тихо, опрятно, заслужено, и как бабочка в светлом былом, в каждой строчке засушена. Это лето, в небе распятое, Это осень моя сорок пятая, И к зиме подплывающий сад, В тихой грусти травы догорающей, Безучастным твой делает взгляд, У видания листвы наблюдающий. Но как детям нельзя не играть, Нам не верить нельзя в воскресенье, Невозможно себе не соврать, Не соврать во спасенье. Это лето, в небе распятое, Это осень моя сорок пятая, Но бывает, что вдруг принесет, Непонятно каким дуновеньем, Легкий запах и все оживет, И надежда прогонит сомненье, И опять разольется гольфстрим, И охватит теплынь, как весенняя, Просто мы отчего-то грустим, Просто нет настроения. Это лето, в небе распятое, Это осень моя сорок пятая, С годами песню Олега не становится грустнее, Ну, может быть, только чуть-чуть. Ведь что бы ни происходило в его жизни, Он умеет оставаться самим собой, И не поддаваться хандре. Я такой лирик и оптимист, И я поэтизирую окружающую действительность, Это мне помогает. Но не знаю, помогает ли, Просто я так живу. Но я помню, что когда-то очень давно в детстве, Дождливым или пасмурным летним днем, Когда я что-то читал, там что-то делал, Все разъехались по лагерям, И я один, и вдруг так, Что-то ничего не хочется делать, Какое-то такое вот, нет настроения, скажем так. Видимо, это легкая форма депрессии была. Я брал программу кинотеатров, Отмечал себе крестиками, Какие фильмы где идут, Выбирал, куда я должен поехать, Садился на трамвай, Приезжал в один кинотеатр, Смотрел фильм во второй, в третий, И, в общем-то, ты полностью входишь в роль И в жизнь вот этих героев, И, в общем-то, как немного забываешь про себя. Оказалось позже, что это называется психоанализ, Оказалось, что это возможно таким образом, Собственно, излечиваться от хандры. И я это нащупал абсолютно самостоятельно. После второго фильма я уже выходил, И думал, вон у людей-то что, Вон у них там что, а я-то что, Собственно, только радоваться, Там вон у меня и дом там, И все, а тут белое безмолвие, Подишь ты вон там, и есть нечего, И ты за них переживаешь, А потом выходишь, а у тебя все нормально. Да, может, и надо было стать психоаналитиком. А я кто? Когда на сердце покоя нету, Когда оно промозглым днем чего-то ждет, Крепитесь, люди, скоро лето, К нам наше лето обязательно придет. Песни Олега Митяева действительно помогают жить. Ведь в них, как солнце в капле росы, Отражаются наше прошлое и будущее, Наша радость и грусть, Наши тревоги и надежды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова